GIMBUR WCS-212. Хороший звук за скромные деньги. В общих чертах набор выглядит интересно. Сабвуфер более классический, сателлиты же выглядят восьмя современно. Их корпуса сделаны из черного пластика. Материал матовый и не маркий. Претензий к качеству изготовления не возникает. Для установки каждой колонки используется круглая подставка с небольшими резиновыми ножками. Масса каждого сателлита, хотя и небольшая, но на поверхности стыла не держится уверенно. Для соединения с усилителем используются обычные провода, которые сходятся к одному разъему 3,5 мм. За несъемными сетками расположены небольшие широкополосные динамики. Магнитная система полностью экранирована. Для изготовления сабвуфера применен МДФ, который с внешней стороны клеен черной пленкой. Небольшой динамик закреплен на передней панели и закрыт несъемной сеткой. Акустическое оформление фазоинвертор. Труба выведена сзади корпуса. Конструктивно она является частью пластиковой накладки, что уже хорошо, ведь зачастую труба изготавливается из плотного картона и просто приклеивается. В недорогих системах качество крепления оставляет желать лучшего, поэтому порт может ототвалиться. Здесь такой вариант исключен. Сигнал от компьютера подается длинным кабелем с разъемом 3,5 мм, в центре которого расположен проводной пульт управления. На небольшом корпусе овальной формы находится светодиод-индикатор, выключатель питания и регулятор громкости. Недостаток подобного ПДУ стандартный – малая масса, потому для нормальной работы его придется зафиксировать на столе любым удобным способом. Субъективное впечатление от звучания акустики положительное. Сателлит играет очень живо, средние частоты отдалены от оригинала, зато присутствуют высокие, что для данного класса просто поразительно. Сабвуфер басит хорошо, однако мощность его невелика. На умеренной громкости система играет сбалансированно и красиво. На высокой слышны искажения и дребезг саба, а звучание дополнительных колонок начинает насыщаться компрессионными оттенками.